Кстати, в Вятских Полянах народные дружинники вносят реальный вклад в охрану общественного порядка. С их помощью по горячим следам было раскрыто преступление, уличный грабеж. В тот знаковый вечер Игорь Санников и Дмитрий Канаев вместе с сотрудником полиции заступили на охрану общественного порядка. Ходили мимо по улице, один мужчина просил о помощи, пояснив, что у него украли деньги из кармана. Пояснил, как одет и куда пошел. Очень скоро грабителя задержали, его ждет наказание. А смелый поступок добровольцев-дружинников был отмечен благодарностями областного руководства МВД. В жизни всегда есть место подвига. Пожалуйста, совершайте дальше подобные поступки. На сегодняшний день у нас уже свыше 150 человек дружинников. И не только численность, но просто еще и реальная отдача есть от этой работы. То есть это реальный вклад в дело охраны общественного порядка, в дело борьбы с преступностью на территории. Верско-Полярского района. Только за минувший год при участии ДНД привлечено к административной ответственности более 150 нарушителей общественного порядка. Три раза в неделю шесть нарядов, в составе которых один сотрудник полиции и два члена ДНД патрулируют улицы города, посещают места распития спиртных напитков. Вклад их, конечно, неоценим. И результаты они налицо. То есть при внесении службы совместно с членами ДНД проводятся и профилактические мероприятия, и непосредственно пресекаются правонарушения. На сегодня более ста работников различных предприятий города Вятские Поляны помогают возрождать движение добровольных народных дружин, внося свою лепту в программу «Безопасный город». У нас в городе существует, действует муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью». И согласно этой программе выделяется на стимулирование деятельности добровольных народных дружин финансовые средства. Туда входит приобретение таких вот повязок, жилетов, сигнальных обозначений. Также и идет стимулирование деятельности дружинников. Я считаю, что участие членов добровольной народной дружины совместно с сотрудниками полиции в охране и общественном порядке даст положительный эффект и дает, как мы уже видим. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.